Случаи в минувшие выходные, случившиеся во Владимирском психоневрологическом интернате, куда трое подростков пробрались, избили стариков. Правоохранительные органы, понятно, еще отреагируют на это и свой вердикт вынесут. Как защитить стариков? То есть меры какие-то будут по этому? В первую очередь предмет контроля работы привлекаемых частных охранных предприятий. Но и в то же время, кстати, это свидетельство того, что те меры, которые предпринимаются по части обеспечения безопасности, они дают свои плоды, потому что с помощью видеокамер, собственно говоря, все было обнаружено. Поэтому здесь сейчас установлены вот те подростки, которые совершали самому старшему из них 16 лет. По той информации, которую мне сегодня дали, об этом проинформированы комиссии по делам несовершеннолетних. Полиция сейчас ведет соответствующее разбирательство. И вот в данном случае, что нам надо понимать? Мы, конечно, полицейскую охрану не поставим каждому социальному учреждению. Речь идет в первую очередь о внимательности персонала, о том, чтобы был тщательно проинструктирован ЧОП и отвечал бы. А подчеркиваю, что договор с ЧОПом, он тем силен, что возлагает юридическую ответственность. В случае, если охранники не выполняют своих обязанностей, договор может быть расторгнут. И, соответственно, будет этим заниматься тот, кто умеет действительно наблюдать. Но в то же время были достаточно быстро те, кто провел это нарушение, обнаружены и установлены. О результатах, какие здесь будут сделаны выводы и наказания, об этом сообщим отдельно. Потому что мы считаем, что это есть еще и предмет общественного обсуждения. Потому что на самом деле есть какие-то принципиальные вещи, которые в любом обществе, при любом повороте дел. Табуированы. Они табуированы. Вот как нельзя красить у слепого. Причем эти правила, извините, и на воров распространялись в свое время. Потому что есть святые вещи. И вот в данном случае, наверное, будь то старики или дети с ограниченными возможностями, которые, наверное, должны те, кто, я не уверен, что они задумываются о том, что совершают. Но в любом случае и общество, и правоохранительные органы должны, безусловно, дать понять, что к такого рода позиции надо относиться очень внимательно. Поэтому здесь не строгость наказания. Я не говорю о том, что сейчас надо немедленно тех, кто установлен, посадить в тюрьму, применить к ним самые жесткие методы уголовного преследования. Но речь идет о неотвратимости наказания. Тем более по такому. Потому что именно неотвратимость наказания является основой здесь.